Всем привет, с вами Укстрян. Я продолжаю проходить народную солянку с Объединённым Паком 2. Это уже 31-я моя часть, и давайте начнём. Как говорится, намегался, настрелялся, навоевался я на армейских складах, и теперь давайте будем сдавать некоторые квесты, которые понабрали. Ну, начнём, наверное, с генерала Воронина. Мы ему должны отдать флешку Психа и РГ-6. Ну, заодно ещё винтовочку вот эту вот интересную, которую мы нашли. Приветствую! Давай поговорим! Ну что, принёс Бульдог-6? Да, вот он. Хорошая работа, сталкер. Это как раз то, что надо. Ну что, меченый, ты выполнил мою просьбу. В награду можешь взять себе этот костюм, думаю, тебе понравится. Можешь ещё одно дело провернуть, в накладе не останешься. Здравствуйте, генерал, вот флешка. Я часу смеху не помер, когда твоего человека с норки по болоту гоняли, а потом сам от страха чуть не обделался. Ну вот уже отхимир. Ну, дружи, спасибо тебе. Как и обещал, расскажу, что знаю. Ты, наверное, знаешь о сведомителе. Так вот, этот человек по нашим агентурным данным тесно связан с наёмниками. Была информация. Правда, скажем, информация не до конца проверена, что Клык какое-то время пересекался с наёмниками, выполнял некоторые деликатные поручения. Так вот, если это правда, то информатор должен знать, что и как. Вот, собственно, и всё. А, презент не забудь, удачи меченый. Я дал нам электрического дикообраза. Ну, спасибо за наводку, пойду поговорю с информатором. Выпьем, а потом я тебя научу, как добиться такого порядка. Так. Вот что есть. На примете найти модифицированную винтовку. Сдаём здание. И получаем винтовку Мосина. Вот такую вот интересную. Кстати, винтовочки эти оставляйте, а потом в будущем они нам для квеста пригодятся. Причём не одного даже, а несколько. Так, он нам говорил, что не хочешь, что ещё задание одно получить. Ну, ладно, что нужно. В ходе последнего рейда в район Лабораторикс-18, который находится в Тёмной Долине, командир Квадда сумел найти крайне важные документы. Тут возникает НО. В ходе перестрелки с военными, точнее, с военным спецназом, он погиб. Перед своей смертью он сообщил, что спрятал доки на территории комплекса, но наводка довольно туманная, в том месте, где постоянно можно получить химический ожог. Не догадываешься, где это? Нам крайне необходимо найти эти документы. А какого рода эти документы? Ну, в общем, документы в металлическом кейсе. Вот и всё, что я могу сказать. Найдёшь? Ладно, попробуем. Генерал, я слышал, вертолёт на зону избили. Ух ты. Конечно, генерал, соберу. Вам эти документы читерить не буду, обещаю. Тут даже про это говорят. О, нет. Генерал. Воронин, не буду тебе. Никакие. Задания больше брать. Кстати, это задание мы выполним довольно-таки нескорое. Точнее, нескорое будут за него приниматься. Атмосфера прям такая создаётся очень, даже хорошая. Тёмная ночь. Так вот, этот квест, это по поиску документов. И этот квест довольно-таки муторный и обширный. Поэтому выполнять я его буду довольно-таки потом. Наверное, после того, как выполню все квесты старого сюжета. Наверное, после этого я возьмусь за этот квест. А так, пока что даже не думайте. Очень довольно-таки большой. Большое задание. Ух ты, какой у тебя тут песня играет. Давайте-ка поменяем. Оп. Так, музыка. Давай потяжелее, чтобы взбодриться. Давай. Так, что тут ещё, Маш? Любуй давай, короче. Здорово. Слушай, а ты... А не найдётся ли у тебя по старой дружбе горелки какой-нибудь? Горелки? Хм. Интересный запрос. Стесняюсь спросить, а нахрена тебе она... Сдалась. Да что-то страсть колбаски копчёной захотелось. Да, ну допустим, допустим. Ладно, есть кое-что. Вроде фурычет, а дам за 250. Нормальные деньги петину удержим. Блин, 250 рублей. Да, как много, однако. Подходи, сталкер. Для таких, как ты у меня всегда искуешь, что интересно. Здорово, справочная, дело к тебе есть. У всех есть ко мне дело. Моей информацией вся зона пользуется. Что-то очереди не видать? Чувак, не горячись. Воронин к тебе послал. Говорит, ты знаешь, кто и за что убил клыка. Меченый, ты человек, конечно, уважаемый в зоне, но почему люди думают, что все, кому не лень, будут так вот подходить ко мне и бесплатно требовать поделиться информацией. Нет, браток, хочешь им фу плати. В общем так, в последнее время прошел слух, что кто-то украл ПДА тирана, главаря наемников. Он сейчас, мягко говоря, сильно расстроен. Примерно как стая разъяренных бабуинов. Я надеюсь, ты понимаешь, какая примерно там информация и сколько она стоит. За этим ПДА сейчас настоящая охота идет, и долг, и свобода, и бандосы, в общем. Все пытаются найти раньше других. Так вот, я знаю, где и кого этот ПДА. Если я согласен прогуляться немного и принести мне его, то я тебе, так и быть, набью тебе стрелку с одним человеком. И он тебе расскажет все, что знает. А уж он, поверь, знает многое. Ладно, быть по-твоему, где это чудо ПДА? В общем так, на болотах есть новый торгаш, вроде охотник он что ли. Мои источники говорят, что он как-то связан с этим делом, и скорее всего у него ПДА. Ладно, разузнаю. Что-то тут темнишь, как будто нет. Так, ну вроде заданий никаких у тебя нет. Ладно, вроде бы со всеми поговорил, и теперь, наверное, куда надо отправиться-то. Да, давайте сначала заглянем к Сидору. Хотя давайте посмотрим. Мы же еще огнемет собираем, как-никак. На свалке сначала посмотрим, что тут у нас имеется. Так, старый кран, старый кран нам не особо-то интересен, но вроде бы ничего и нет. Кстати, надо еще радиостанцию найти, но радиостанцию я именно заберу вместе еще с одним предметом, интересно, поэтому попозже. Потом, что тут на кордоне? Вроде бы ничего нет. Так, в темной долине пусто, на агропроме вроде как тоже. Возможно, местоположение динамита, интересно. Так. Смотрим, смотрим, смотрим. Где у нас огнемет? Вот он. Артефакт у дневной шар я сварю. Трубки, возможно, еще Сидорича. Вот, наверное, сейчас к Сидоричу и пойдем, кстати говоря. А можно и на агропром. Не, на агропром, наверное, попозже. Ладно, отправляюсь тогда к Сидоричу. Возьму у него пару квестов и заодно спрошу про трубки. Ну что ж, встретимся тогда уже с вами на кордоне. Заходите в мой бункер, мои двери открыты. А, Сидорич, ну что ж, я по твою душу пришел. Давай с тобой по делу поговорим. Сидорич, толстая козявка, привет. Ээээ, сам ты брат ветра, кость бухенвальская, чего надо? Ладно, шучу, просто настроение поднимается, когда тебя вижу. Меня Петренко послал. Вот и молодец, что послал. Вот я тебя тоже сейчас пошлю. И хорошо, что только настроение у тебя поднимается. Остальное, видно, уже не может. Сидор, не доводи до греха. Мне нужно забрать то, что тебе Петренко оставлял. А ты лично заберешь, только за толстую козявку отработаешь. А если против, беги, жалуйся, дело простое. Пришли люди в погонах с игропромой, заказали два рекомплекта. У них там недавно какой-то камикадзе пару БТР взорвал. Ремонт нужен, а вертуха туда только через неделю прилетит. В каждом наборе должен быть молоточек, ключ и отвертка. Молотки и отвертки есть на АТП. А вот ключи тебе придется скоммунизить у шурупа в его лавке. Это все. Принесешь презент, а Петренко твой. Ты сам напросился, не бесудь. Где Сидор? Вернусь. Сигарету об твою лысину затушу. Так. Я пришел за вознаграждением, кстати говоря. Ах да, тут такая ситуация. Ответственный за все эти дела с руководством не смог перечислить все суммы со счета от министерства. У них там возникли серьезные проблемы. То ли бюджет программы сократили, то ли еще что-то. Вот номер счета. Перечислили деньги на свой счет. Небольшой процентик я себе взял. Как посредник, не бесудь. Ну а чтобы не было обидно, военные велели передать уникальную пушку. Думаю, она тебе понравится. Знаем мы их проблемы. Ладно. Могли бы вообще кинуть. И на этом спасибо. Что ж ты нам дал? Сто тысяч. Гаусс-кассету. Патрончики, патрончики. Шарапнель, отбойник 991. О, интересно. Вот такая отвинтовочка. Крутая винтовочка, да? Малогабаритный автомат. И отбойник, который на шарапнелью только стреляет, да? Да, только шарапнелью. Так, обладает чудовищной убойностью на близких дистанциях. Единственное минус, долгая перезарядка. Но вот из-за долгой перезарядки, видимо, не похожу я с ним, сколько бы хотелось, наверное. Может, даже и продам. Хотя, Сидору продавать вообще не вариант. Тысяча полторы, 3600. Вот, ну это ж не дело. Братан, ты не врубаешься? Мне нужен реальный товар. Привет. Тебе принёс. Погоняло шуруп, тебе что-нибудь говорит. Шуруп, шуруп. Да, память уже не та. Да, был вроде такой сталкер. Если ничего не путаю, любил заворотник залить. Порядочно принимал. Всё время у меня закупался водкой. Я уж думал, добился до смерти он. Хех. Хотя хабар неплохой умудрялся таскать. Да и руки у него из правильного места растут. То телик нам тут починят, то дозиметры. А что ты о нём говорил? Как он там, жив? Жив, жив. Привет тебе от него, говорю. Сказал, что тебе можно кое-чем рожиться. Слушай, Сидорич, мне трубки железные нужны. Небольшие такие. Вот такого размера примерно. Мне скорее даже не себе, а шурупу. Есть что-нибудь похожее? Чего? О, откуда у меня-то? Если они ценность какую-то имеют. Нет ничего даже похожего. Мне, что денег не стоит, нахрен не надо. Так, понятно. Ну и сколько мне это будет стоить? Ты меча наглох от радиации совсем. Говорю же, нет ничего похожего. Есть, конечно, вариант, сердце один. Обрадовал ты меня, что шуруп жив. Так что забесплатно посоветую идти к Лёхе Тамбовскому. Он на спаре с мозгами вечно что-то мастерит. Думаю, найдёт тебе что-нибудь. Он сейчас вроде как на свалке шляется. Ищет что-то для своих подделок. Лови его координаты. Спасибо. В кое-веке что-то забесплатно делал. На старый желоб. Чего говоришь, меченый? А то у меня не только с памятью, но и со слухом проблемы. Спасибо, говорю. Здоровья тебе, Сидорыч. Да какое что-то здоровье. Что ещё не надо от меня? Фанат сказал, что ты хотел меня видеть. Соскучился, что ли? А стриж, как всегда. Есть процитетская работа, как раз по твоим тугим мозгам. Фанат сообщил тебе про тропку на болото. Так вот, нужно перегнать баги, смех двора, к моему бункеру. Нафиг тебе он сдался. Открою тебе небольшой секрет. В молодости я был заядлым любителем гонок. Там, на большой земле. Участвовал во многих соревнованиях. Имеется даже пара кубков и несколько медалей. Как-то на одном аукционе я приобрёл для своей коллекции уникальную модель баги. Она была сделана на заказ, известна в те времена гонщикам. Когда я учатился в зоне, решил перевезти баги сюда. Ностальгия нахлынула, и всё тут. Но не сложилось. Во время перевозки на вертолёте один из тросов, на котором удерживаясь машина, лопнул. Экспедиторам пришлось выгрузить тачку на мехдвор болот. С тех пор это чудо инженерной и дизайнерской мысли стоит там. Под дождём и радиоактивными осадками. Фонит от него, не боясь, очень сильно. Поэтому запасись антирадами, научными аптечками, ну или водкой. Ещё один момент. С болот на кордон ведут две дороги. Одна выводит на южный военный блокпост, другая за ЖД НАСА. По первой можно спокойно проехать, если там нет БТРов, учти это. Второй путь длиннее и сложнее. Плюс придётся оплатить воякам за проезд. Выбирай маршрут сам. Но не угробь мою малышку. Ну что ж, ладно, пригоню твою игрушку. Заодно прокачу свертирку. Ну что ж, погнали теперь в дальние пути, но долгие года. Ой, патрончиков подогнал. 48 шарапнелей, нифига. Неплохо. Потому что шарапнель довольно-таки редкая и дорогущая дробь. И 48 штучек этой шарапнели довольно-таки много. Я так считаю. Но если я приобрету один очень крутой дробовичок, то мне этого, по-моему, с головой будет на первое время хватать. Ну что ж. Теперь, наверное, пойду я в Тёмную долину. Надо там тайник с раритетным оружием забрать. Ещё нужно с одним очень интересной личностью повидаться. Если, конечно, такое случится. Так, давайте посмотрим на карту. Да, как видите, Лёха Тамбовский. Ну, давайте сначала с ним поговорим. Потом дойдём до жилы, с ним тоже поговорим. А потом ещё... Вот как раз-таки с этой интересной личностью, если получится, и встретимся. Ну что ж. Отправляюсь тогда к Лёхе Тамбовскому на Тёмную долину. Ну что ж, я уже в Тёмной долине. Как видите, одиночки какие-то неправильные пошли. Совсем опалаумели. Друг друга стреляют, в меня стреляют. Вообще непонятно. Его, эти одного подстрелили даже. Бегают, прыгают, тут чё-то. Ну что я вам не так и сделала? И этот смотрит на меня как-то косо. Давайте тогда по-быстренькому поговорим. Так, не то. Вот так вот. И пришлёпнем его. Теперь объясняю зачем. Потому что у него имеется трубка, которая нам нужна. Но сейчас ещё и другой момент пойдёт. В разговоре мы узнаём про то, что он как раз-таки наводку на ещё одну трубку даёт. Ну, мы такие плохие. То, что нам мало одной. Мы хотим сразу две трубочки. Здрасте. Чем обязан? Тут Сидор обещал, что ты мастер на все руки. Не поможешь мне трубки найти железные. Вот такого размера. И тут он говорит, что они валялись в куче фоняющих на свалке. И то, что я тебе либо продам почти за даром, либо я тебе расскажу, где они лежат за антирад. Ну что ж, даём ему антирад и получаем вот такую вот наводочку. Ну что ж, сходим, посмотрим, заберём. Пришлось всё делать быстро, потому что тут товарищи чё-то тупят. Блин, причём не по-детски тупят. То врагами к нам встанут, начнут по нам стрелять, то ещё что вытворят. Вообще непонятно какие-то, блин, товарищи. Ладно, отправляю Жили, буду отдавать ему прицел, плеер, артефакт и рецепт один, который я, по-моему, уже давно нашёл. Ну что ж, третьми сеток да уже с вами у Жилы. Ну что ж, дошёл я до Жилы, и давайте с ним поговорим. Есть копар, пойдёт базар. Держи прицел, плеер, рецепт и артефакт, рассказывай про свой тайник. Супер, с прицелом можно и с долговцами повоевать, а тайничок недалеко отсюда, на станции переработки, что возле Х-18. Его можно увидеть издалека, но забраться будет проблема, и фонит там сильно. А куда направились твои дурушки? А один собирался на АТП местным браткам найденные стволы всучить, но оружие он оставил где-то здесь. С собой он взял всего лишь один СКС, типа для презентации. Другой ушёл в сторону армейских складов, что со Скрягой хотел перетереть насчёт цены. Скряга точно бы купил такое оружие, но я думаю, свободовцы его не пустят. А может быть вообще пристрелят, как только увидят, возможно и к местным сталкерам заявятся. Ну что ж, подой искать тайник и твоих друзей. Пока. А мы тут по радиоанекдотики пошли. Так, ещё с Буровым надо поговорить. Что ты там в картине постоянно разглядываешь? А, меченый притопал. Здорово, кореш, как же туха. Скучно, небось, без приключения на свою чакру, а? Так могу устроить их прямо сейчас. Спокуха, шучу. Не хочешь прогуляться до юга долины, я жду одного своего кореша с важными данными. Этот Баклан решил переночевать на АТП Кордона, хотя ему велел этого не делать и немедленно явиться сюда. Он сообщил, что скоро будет здесь. Надо бы встретить человечку, убедиться, что с ним всё в порядке. Ну и по возможности довести его до нашей базы. Возможно, где-нибудь по кустам шкирятся, боясь напороться на сталкеров с фермы. Никак не можем выбить оттуда этих собак, сбегаешь по бырику. Ну что ж, мне по пути, погляжу по сторонам. Заходи, не бойся. Выходи, не плачь. Да. Ну что ж, взяли два интересных задания. Вот, кстати, здесь и вот бандит находится, вроде как, по отметке. Здесь у нас награда за достижения имеется. Ну что ж, давайте в начале сходим на эту станцию переработки, покажу вам, где находится тайник. С этим оружием интересным. А потом уже сходим к этой интересной личности, про которую я тут вам всё рассказываю и рассказываю. Ну что ж, встретимся тогда уже с вами на станции переработки. Ну что ж, я уже на месте. Давайте покажу, как достать этот тайник-то. Который находится, я сейчас даже покажу. Вот он. А это станция переработки, вот такая. Так, сначала забираемся вот на эти плиты. Потом нужно перепрыгнуть вот сюда. Ну, можно, конечно, запрыгнуть сначала на заборы. Из забора уже на этот вагончик. А теперь нужно перепрыгнуть вот сюда. И как-то прыгнуть вот так, чтобы достать этот тайник. Так. Во. Ну, готово. Тут у нас два СВТ-40, Маузер, противопехотные мины и патроны. Так, забираем. Лечимся. И вот с квестом раритетное оружие завершено. Вот так вот. Ну что ж, теперь давайте положу я всё это в свой тайничок. И пойдём уже вот в эту окраину. Будем разговаривать и искать одну очень интересную личность. Которая у нас не только в просторах народной сырянки находится, ещё и в реальной жизни. Ну что ж, встретимся тогда уже с вами там. Ну что ж, я уже дошёл до этого места чудесного. Запаситесь гранатками храбрости, патрончиками смелости и отправляемся в путь. А кого мы тут встречаем? Бандит в форме военного. И вы даже не представляете, кто это может быть. А это Трофим? Да, тот самый Трофим, про которого вы, наверное, сейчас думаете. Но если вы его не знаете, то сейчас познакомимся с ним поподробнее. Эй, это ты из людей Борова. Он послал меня тебя встретить и сопроводить к нему. Только вот какого хера тебе, армейский Броник? Уёб, нарисовался, хрен сотрёшь. Тогда я ща и пошлю, дурилка картона. Ты кто такой, мать твою, погодь? А, Боров послал Броник. Да ты, братан, даже прикинуть не можешь. Чё ща на кордоне творилось? Это просто жесть, пле. Всё из этого сраного ПДА, который этой жирной свинье понадобился. В нём какая-то лабуда про какого-то мудака Барона. На ладонник принадлежал одному из его прихвостней. Внутри сохранилась симфа о ближайшем нападении на стоянку каких-то лохов. Только это вся херня. Самое интересное впереди. Ну так расскажи. Ух ты ж, блин. Ой, блин. До кордона я добрался уже под вечер. Поэтому решил перекантоваться на АТП, а утром выдвинуться на базу. Но не пойдёшь же ты ночью по долине, кишащей мутантами. Но при пересечении ЖД насыпи, один из бойцов Кузнецова заметил меня и открыл огонь. Но я дал ответку, чтоб тот заныкался и больно не борзел. По чесноку не хотел я его убивать, но каким-то образом умудрился это сделать. После этого бегом к нашим на АТП. Отослал СМС Боровому, скоро буду. Задерживаться было нельзя, военные наверняка слышали стрельбу. Так вот, я пробыл там всего полчаса, собирался уже уходить, как вдруг кто-то крикнул. Вояки окружают стоянку, и тут несколько пуль просвистело рядом со мной. А потом пацаны стали падать как подкошенные. Всё, думаю, капец, спецугров сейчас всех положит. Я метнулся в гараж, и там неожиданно столкнулся нос к носу с одним из бойцов. Не знаю, как меня угораздило, но я от бедра попал ему точно жбан. Мой вепарь будто заколдованный, а спецы уже во дворе обыскивают здание. И тут вспомнился мне момент из одного фельмица. За пару минут стянул снарягу с мёртвого вояки и переоделся. Лицо закрыл бакловой. Труп закатил под зил, а старые вещички закинул в кузов. Когда спецы валились в гараж, я крикнул, что здесь чисто. Их командир, видимо, ничего не заподозрил. Потому как ада мне приказ проверить дорогу, ведущую в долину. Только полный кретин не воспользовался бы таким шансом. Так я и спасся. Уже после заварушки вычиталось в сети, что это был завод спецназа из батальона Барс во главе с лейтенантом Калантаем. Это не люди, а настоящие звери. Лишь чудом выбрался из этого ада. Вот сижу тут, празднуя своё второе рождение. Шоколадку мудрости хочешь? Оставь себе. Да хорай нажираться. Тебя Боров Данэн давно дожидается. Давай, поднимайся. Всё, погнали. Опа-опа-опаньки на дерево. Всем попаньки. Ооо, погнал. Слышите, ну то, что удрал от Ли брата Калантая, это, конечно, здорово. Это надо было отметить, но не до такой же степени нажираться надо было, что ты еле идёшь. Слышите волосы по белым плечам. Проводить пьяного Трофима на базе. Кстати, кто ещё не понял, есть на ютубе один такой очень хороший, интересный человек. Сначала его канал назывался Трофим ФМ, теперь называется Олд Скул на данный момент. И он, кстати говоря, выпускает очень хорошие атмосферные такие видосы, можно сказать. Ну, даже не столь атмосферные, сколько такие ламповые, можно сказать. Вечерком можно заварить ими кофе, шоколадку приготовить и смотреть его. И наслаждаться. Потому что он просто играет всякие игры именно не чтобы пройти, а чтобы именно просто поиграть. И у него очень даже хорошо получается. И мне даже нравится очень. Вот такая вот небольшая рекламка была. Но, блин, этот, конечно, товарищ до базы бандитов будет очень долго идти, но... Как видите, тут по пути нам скучно не будет. Что-то эти мутанты нас встречают. Ух ты, а я тебе даже не заметил ничего. Блин, Трофим, живи. Так, Трофим, живи. На тебе аптечку армейскую прям подарил. Ух ты. Гляньте, что творит. Телепат хренов. Вообще. Пополз, пополз. Что там увидел? Собираешь запчасти с мутантов? Ну, собирай, собирай. Да, блин, этот кабан какой-то слишком мощный оказался. Так, надо смотреть в оба, потому что сейчас собачки-кабанчики. Ух ты, прям по болоту пошел. Офига себе. Так, а это что такое? Ломать мясо. Ну, или как другие называют, ломуть. Ну, я не знаю, как правильно, по-моему, ломать мясо правильно. Все-таки. Так, а это что еще такое? Ух ты, черная энергия. Ну, черная энергия пригодится. При починке. Ну, пока что создание каких-нибудь артефактов я вроде не видел пока что. Так, Трофим. Кстати, я, конечно, не знаю, кто у кого перенял фразы, либо... По-моему, все-таки Трофим с Ютуба. Перенял у этого Трофима, которого мы сопровождаем. Вот эти вот фразы очень крутые, интересные. И довольно-таки веселые. Так, самое главное, чтобы они на этого не набросились-то. Так, лучше картечи зарядить. Блин, куда ты побежал? Давай, давай, сюда. Ой, ой, ой. Не пущу. Блин, вот видите, глаз да глаз надо вот за этим Трофимом. Он идет... Несмотря ни на что, а вот... Зверя тут тоже довольно-таки полно. Ну, ладно, сейчас... Он даст нам момент передохнуть. Что довольно-таки хорошо. Так, где этот крысеныш? Убрал куда-то, ладно. Пропустим момент. О, краткос! Погоди-ка, братан, дальше идти не могу. В глотке пожар, затушить бы его пивком храбрости. Ты че, очумел? Какое нахрен пиво? Нас только, что мутанта чуть не сожрали. Да не сыс, хавы лучше бутербродик счастья. Пивасик должен быть в фургончике возле остановки. Пацаны там часто к Вася. Опа, а это че за пингвин? Какой? Ох, ты ж блин. Смотрите. Блин, это лох, хвост, что случилось? Игрыз на фонах. Блин, еще моя точность зашкаливает. Это химеровульф вроде, не? Слушайте, вовремя сказал, однако, Трофим. Насчет опасности. Хорошо. Так. Спецов вдали от Борова, на дыбы пару банок, да побыстрее. Да, блин. Сейчас бегу, лячу за пивасиком в местный магаз. Так, что тут? Никто нас не поджидает, нет? Ну что ж, забираем. Так, вроде бы тихо все. Так, ну что ж, давайте тогда поговорим с Трофимчиком. Вот твое пивко храбрости. Вторая банка тебе. Отказы не примут, так что накатывай полигонку. Давай, браток, за тебя. Ух, жить можно. Возьми гранатку смелости против монстров. Пойдем быстрее. Да. Слушайте, так и спится недалеко. Так, гранатку смелости. А если я усыну, шмонать меня не надо. Ох, сейчас мутанты попробуют. Чует мое сердце. О, еще один. Ну что ж, вот почти и дошли мы до базы. И тут Юрий Семицкий пишет. Вот, блин, опоролся на какого-то хвостаторогатого чешуйчатого когтистого мусорика. 15 грейн с подстола, ему хоть бы хны. И это был коготь смерти. Так, пьяный Трофим все никак не дойдет. Давай, уже чуть-чуть осталось. А, башка сейчас расколется как орех. Это контрасос. Завали эту палату. Пьяный, 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 пьяный. А где ж этот контрасос? Вот он. Ха-ха, контрасос, господи. Надо же еще такое придумать. Пьяный, пьяный. Так, я надеюсь, вы не взрываетесь. Это хорошо. Ну все, Трофим убил. Контрасоса. Можно жить. Так. Так, так, так. Видимо, еще надо зомбарей порешать. Да, блин. На тебе. Идти в вену. Ой. Так, ну вроде, вот, видите. Надо, помимо контрасоса, еще прибить всех зомбированных. И вот собачку пристрелить, и тогда все будет в порядке. Ну что ж, ладно, он тут еще побыскивать решил. Давайте сопровожу его до базы, и поговорим с ним. Вези меня, извозчик, погулкой мостовой. Вот мы и на месте, ты как? Голова трещит, как щечек гигера в чернобыльском реакторе, а так все шикарно. Не забудь принять таблетку трезвости, запомни, это достаточно одной таблетки. Слушай, братан, не резу мне в таком виде перед этой свинотой появляться. Не прощает наш главнюк таких косяков. Не мог бы ты сам отнести под оборву. Скажи, нас по дороге твари напали, и одна из них меня покусала. Сижу теперь, зализываю раны. Замолвишь, словечка? Свинота обещала мне за это задание хорошую винтовку. Да хори ты песни петь-то, а? Можешь забрать эту винтовочку себе. Вот тебе еще пару аптечек бодрости от меня. И напоследок дам тебе советик. Отправляйся в дальний... Точнее, отправляясь в дальний рейд, не забудь захватить болтик удачи. Это незаменимая вещь. Всегда поможет сталкеру в поисках. Просто подкинь его в воздух перед тем, как искать что-либо. Заходи на огнек. Ладно уж, отмажу. Отдыхай. Ну что ж, давайте болтик удачи возьмем. Подкинем, чтобы все было удачно. Чтобы Буров не наругал Трофима. За то, что он в пьяном состоянии сейчас находится. Чтобы на винтовочку дали. Встретил я Трофима. По дороге сюда нас несколько раз пытались сожрать мутанты, но мы лихо от них отбились. Правда, Трофиму немного не повезло. Одна из тварей цепанула его за ногу. Передвигается кое-как, поэтому лично передать пода не может. Просил меня отнести. Держи. Ага, знаю я, кто его цепанул и за какое место. Поодин ожирался опять, сволочь. Ну и черт с ним. Прошаляпил, значит, отличную пушку. Ты заслужил ее больше, чем он. Как говорится, все по хардкору. Доля, правда, в этом есть. Дал маму такую винтовку. Очень хорошая, давай-таки. Ты кто такой? Ух ты. Классная винтовка одна. Еще глушительный не остается. Отлично, отлично. Заходи, не бойся. Выходи, не плачь. Ну что ж, эту винтовочку обязательно заоценим, когда будем на радаре. А сейчас я отправляюсь на свалку, покажу, где искать радиостанцию волка и трубки, а потом на агропром схожу и покажу, где искать манометр. Ну что ж, отправляюсь сначала на свалку. Кстати говоря, чуть не забыл заглянуть в лабораторию Х-18. За трактатом, уже вторым для Сахарова, находится он вот здесь. И в принципе, это все, что я хотел вам рассказать. Не забудьте про него. Ну что ж, теперь я уже отправляюсь на свалку. Ну что ж, я уже на свалке. И в принципе, тут искать, по сути, и нечего. Отметка, наводочка точнее имеется, и по ней и смотрим. А вот и трубка. Так, надо подлечиться от радиации, перекусить. Так, где это она? Вот она, вторая трубка. Ну что ж, теперь давайте покажу, где искать радиостанцию для волка. Итак, а вот и радиостанция. Покажу сейчас, где она находится на карте. Вот она, вот здесь. Ну что ж, забираем. Опа. Контрасосики появились. Отбиваемся тогда. Так, одному приложило. Тут вроде еще один где-то был. Вот он. Ну, вроде бы ото всех отбился. А вот и ни хрена. А вот еще кабанчик. Ай, блин. Продолжение следует. Фух. Ну вот, теперь точно от всех. Ну что ж. Теперь отправляюсь на Агропром. Покажу, где находится последняя часть сборки по огнемету. Артефакт огненный шар я сварил. 10 бутылок водки. Знаете, для меня уже не проблема. Со всяких трупов контролеров, сталкеров. Я уже поснимал. У меня в тайничках лежат. С квестов тоже понадыбал. И, кстати говоря, в темной долине, наконец-таки, открылись ворота. Где склад со всякими прибамбасами бандитов. Я не знаю, с чем это связано. Может, какое-то задание надо выполнить. И тогда откроется этот склад. И там я нашел... Ну, я вам показываю, что я нашел там ликер. 30 бутылок водки. Из этих 30 бутылок 10 я для шурупа приготовил. Ну что ж. Теперь отправляюсь на Агропром. Помимо манометра, где находится он, я еще покажу, где искать надо динамит. Ну что ж. Встретимся тогда уже с вами на Агропроме. Ну что ж. Я уже на Агропроме. Как видите, погодка тут не задалась. Дождик. Туман. Но все-таки атмосфера в этом очень большая даже есть. Но перед тем, как забирать этот тайник, лучше, конечно, сложить все свои вещи. Ну, я вот пока что сложу их сюда, некоторые из них, так, чтобы они сюда выложить. Так, ну давайте, наверное, 9а-9-1 положу. Так, бутылки пока что оставлю. Ну, можно хлеб еще положить. Так, хлеб. Вот, гранатку. Ну, давайте гранату еще сложим, на всякий случай. Ну, где-то надо около 30-40 килограммов, чтобы у вас были доступны. Потому что я сейчас не вспомню, сколько именно, но сейчас посмотрим. Так, вот там находится динамит. Забираем. Так, сколько он весит? 40 килограммов. Видите, вот надо 40 килограммов. Ну, еще 7 килограммов я могу переносить спокойно, поэтому что-то вот можно отсюда забрать. Вот, гранатки, например. Вот такие вот хлебушек и М-61 оставлю. И теперь давайте я вам покажу, где находится манометр. Находится он на агропроме, где именно сейчас покажу. Так, а вот и манометр. Находится он в здании, где у нас в основном зависают военные. На втором этаже, как можно заметить. И все. Теперь осталось дойти до армейских складов, отдать радиостанцию Волку, динамит Лукашу, огнемет на починку отдать Шурупу. И еще какие-то задания сдать, а какие-то получить. Вот так вот. И в такую необычную и загадочную погоду отправляюсь. А я даже не знаю, куда отправляюсь. Можно к Сидоровичу заглянуть на огонек насчет Лешего. Можно в бар отправиться, а можно и сразу на армейские склады. Посмотрим. Посмотрим. Продолжение следует...